Здесь происходит наплавление изделия в вакууме. Это является принципиально отличительной особенностью при формировании заготовки. РКЦ «Прогресс» оказался в списке предприятий, в отношении которых объявлены санкции, но космическая отрасль успешно справляется с импортозамещением. По словам руководства предприятия, все, что задумано на текущие и последующие годы, реализуется в соответствии с ранее утвержденными планами. Устойчивая работа центра позволяет чувствовать себя уверенно огромному количеству трудовых коллективов, которые входят в состав кооперации. Для нас это вызов, для нас это решение и нахождение новых технических и принципиальных решений в производстве ракет-носителей. И начиная с этого года, с 2014-го, исторически уже, мы находим эти решения, мы делаемся лучше, мы можем модернизировать свою производственную площадку, мы это делаем ежедневно. И все эти санкции, которые вводятся на нас дополнительно, они никак сегодня не сдерживают процесс производства. И еще раз говорю, когда мы находим ограничения, встречаемся с ограничением, мы всегда находим техническое решение, как от этих ограничений уйти. Сейчас Самарский ракетно-космический центр «Прогресс» монтирует сразу три суперсовременные установки. Сварки трением с перемешиванием. Это процесс образования неразъемного соединения с помощью межатомных связей между частями за счет их нагревания, пластического деформирования и перемешивания сварным инструментом. Преимущество этой сварки в особой прочности соединения, стойкости к коррозии, а также экологической безопасности. Кроме того, на предприятии внедряются аддитивные технологии. Они позволяют получать детали сложной конфигурации, которые невозможно изготовить традиционными методами. В данном случае мы с вами можем наблюдать установку, которая позволяет формировать изделие именно аддитивным формированием. Не субтрактивным, как это происходит, то есть не механическое производство, а аддитивное. То есть процесс формирования заготовки происходит внутри объема вакуумной камеры. Это позволяет значительно сократить временные трудозатраты, затраты на приобретаемый материал, подготовку производства и много других ключевых факторов, которые составляют основу при расчете цены изделия. Метод сварки трением с перемешиванием используется для заваривания продольных швов ракетоносителя «Союз-5». Прочность сварного шва при этом выше, чем при аргонно-дуговой сварке. Для производства ракет можно использовать более легкий материал – алюминиевый сплав 15-80. А если вес ракетоносителя меньше, больше полезной нагрузки можно вывести на орбиту. Сегодня технологии позволяют делать это на больших толщинах. И для того, чтобы мы создавали перспективные ракетоносители по прочности, удовлетворяющие требования заказчика, мы должны варить большие толщины. Толщины свыше 25 мм. Собственно, эта технология позволяет это делать с более высоким качеством, чем традиционный метод аргонно-дуговой сварки. Сейчас РКЦ «Прогресс» сосредоточен на проектировании и изготовлении двуступенчатой ракетоносителя «Союз-5». Она полностью отечественного производства, металл, технологии, системы управления, станки, приборы. Активно обсуждается разработка перспективной ракетоносителя среднего класса «Союз-6». Виктория Шарая, События.